Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, описаний к этим работам. Эней, Анхис и Аскани. Джованни Ларенцо Бернини. Произведение пластики, выполненное из белого мрамора, скульптура высотой 2,2 метра, возвышается на 113-сантиметровом постаменте Эней, Анхис и Аскани. Великолепное произведение пластики, созданное Джованни Ларенцо Бернини в 1618-1619 годах. Скульптурная группа изображает сцену, описанную в эпической поэме Вергилия. Эней выводит свою семью из полыхающей в огне Трои. Скульптура была создана, когда юному мастеру исполнилось всего 20 лет. Исследователи полагают, что отец художника Петро помогал сыну в работе над произведением. Скульптурные творения старшего Бернини, выполненные в стиле манеризма, приобрели большую известность и популярность. Заказчиков многих работ, созданных Петро, был сам понтифик. Когда папа римский Павел V увидел произведение, выполненное Джованни Ларенцо Бернини, он едва мог поверить в талант столь юного человека. Работа над скульптурой осуществлялась по заказу кардинала Сцепионе Боргеза, известного своей безграничной любовью к искусству, роскоши и воспеванию физической красоты человеческого тела. По мнению экспертов, в изваянии Бернини ощущается влияние более ранних произведений известных мастеров. Фигуры скульптурной группы выполнены натуральной величиной и представляют собой три поколения семьи Энея. Согласно сюжетной линии древнеримского эпоса, троянский герой вместе с отцом Анхизов, маленьким сыном Асканем и женой Креусой покинули сожженный город. В фигурах отца, сына и внука сосредоточены идеи разности поколений. Эта тема часто прослеживалась в художественных полотнах мастеров прошлых эпох. Энея держит Анхиза, водрузив престарелого родителя на плечи его поза статичной. В поэме Вергелия Энеида отсутствует детальное описание того, как именно Энея нес своего отца, покидая Горящую Трою. Работая над положением тел, героев их композиции, полные динамизма и ощущения движения, Бернини использовала идеи скульптурного произведения, выполненных ранее другими художниками. Примером могло служить мраморное изваяние похищения сабиненок, созданное Жамбалони. В образах Энея и Анхиза, олицетворяющих собой союз энергии молодости, мудренности старости, прослеживается связь с личностью кардинала Сцепиона Боргеза, покровителя Бернини, приходящимся племянниками, папе Римскому. Он поддерживал свою престарелую дядю, благодаря которому он получил политический вес и власть. В 17 веке в искусствоведческих кругах возникли споры относительно авторства скульптуры. Немецкий художник, историк и писатель Зандрарт утверждал, что произведение пластики Энея Анхиза Киаскани – плод совместного творчества Пьетра Бернини и его сына. Современник и биограф мастера Филиппа Бальдитнуччи опровергал эту версию. При этом сын скульптора Доминика Бернини утверждал, что его отец Джованни Лоренцо работал на скульптуры самостоятельно. Историки искусств не прекращали обсуждение этого вопроса с конца 19 века до середины 20-го. Споры утихли, когда обнаружились архивные документы, подтверждающие, что Джованни Лоренцо Бернини был единственным автором скульптуры. Вот такое описание, описание из интернета о работе Джованни Лоренцо Бернини, Эней, Анхиз и Аскани. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok